приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня я ремонтирую машину это рено кенгу 2011 год двигатель полтора литра дизель dsi что я решил это поменять ремень грм так как я ее покупал и не менял его сразу проездил уже где-то 45000 решил заменить ремень меняя его уже где-то третий день не спеша потихоньку раскушиваю так как чтоб добраться до ремня тут сильно много всего надо открушивать снял я и топливный фильтр и крепление топливного фильтра снял трубопроводы на топливо все чтобы не мешали здесь вот на насосе видно выходы один заглушил с топливного фильтра со старого заглушку и сюда поставил страпки накрутил здесь была тоже заглушка ну лазил да где-то слетела туда вниз надо где поискать что расскажем дальше конечно здесь все делать очень-очень неудобно сняла и подушка здесь двигателя крепления двигатель находится сейчас подвешенном состоянии на домкратах стоит ремень пробег у меня 45000 до этого не знаю когда меня все если по сервису то пробегу его будет 80000 если меняли раз 60 должен быть 80000 пробег показать ремень от удобно конечно мы глянем в таком состоянии то неплохо ну чего решил поменять он уже у меня лежит где-то год еще не решался то времени нету поездить надо ну рамень по состоянию более-менее все нормально даже надписи не постирались но уже видно вот пошло такое здесь мохнатое по краях ну конечно уже не очень рамень будем новый ставить что я решил его поменять то что обычно и на генераторы вместе меняюсь уже если на грм и на генераторы у нас ремешок в таком плачевном состоянии уже был вот я его поставил тут расскажу для чего поставишься и ремешок плачевном состоянии уже и сам вот ролик натяжной на ручейковый этот ремень вот наш ролик он уже слышно ролики эти шарики подшипники уже по сухому ходят но одной рукой неудобно так круто круто лучше резонируя его короче надо менять этот ролик сбора это хрен стоит от у нас от 30 долларов и до 150 полностью с натяжителем без натяжителя можно купить за 10 где-то 15 долларов сам этот вот ролик я так поискал поеду на днях районы центр если будет там магазина на куплю уже видно вот протертый сильно я так подумал если этот уже так потертый ролики ремень не очень то рем то тоже надо менять так как я уже 45000 на езжу до меня ездили пришлось море разобрать в машине разных узлов снять от защиту полностью всю открылки потом что все сделали мы сняли получается подушку двигателя верхнюю кронштейн уже я снял здесь кронштейн фильтра трубки и еще вот я смотрел как здесь двигатель заклинить это под стартером здесь есть пробка в двигатель сам откручивается и туда спец приспособа такая воде штифта закручивается и коленвал и упирается и как бы двигатель уже мертвой точке находится я не знаю доберусь не доберусь не знаю что здесь за система в этом двигателе двигатель полтора литра дизель к 9к модификация точно не знаю но кажется 63 киловатта это к 9к 802 конечно пришлось повозиться немного прилично так с ним покуда все под это подкручивал защиту эту вот снимал там уже пластику получатся 11 7 лет то на этой защите воды где сгинаться сверху вроде как на шарнирах должно можно сказать завесовая механизма ну прилитая просто мембраной такой так она уже пересерлась так оторвалась снимал там на клею двухсторонним скотчами обычно какой-нибудь малярный столярный этой лентой простой что к пластику взялась шаришь и вот снять ролик особо то руки не свободны чтоб снимать так ну что решил снять показать как я шкив открутил пробовал вчера я крутить шкив и тормоза прижимали и что только не пробовали и на передаче ставили тормоза выжимали тоже не получается накручивал я ремень от того же самого генератора старый уже и потрескал накручивал я не хотел крутить за кондиционер но накрутил на раму так как двигатель подвешенном состоянии то получилось что он туда-сюда гуляй без толку это все хотела сверлить уже в шайбе такие два отверстия и сделать типа болгарочного ключа это у кого не получится ак идея чтобы открутить шкив можно в этом двигателе сделать два отверстия и типа болгарочного ключа изогнута и тогда можно будет крутить этот болт без проблем ну так как я не знаю будет ли у нас магазине запасная это шарим потому что брал комплект грм как бы не комплекта ролик отдельно покупал ремень то получается что это и вот шайбы с болтом не было и решила все-таки зацепить за кондиционер только не за сам кондиционер не за шкив как некоторые цепляюсь а есть там кронштейн такой под низом показывать не знаю покажите покажу как получится вот так короче снизу кондиционер кронштейн упирается сам двигатель и как бы часть корпуса кондиционера и упирается в двигатель и болт там приключены и вот за этот болт я зацепил этот ручейковый ремень старый с этой же машины зацепил за тот болт и здесь сделаны такой петлей подвернутой он сверху видно центре кадра туда забраться почком не могу вот получается у нас сейчас покажу он идет по кругу и этот вот край вот подвернутый туда под низ под этот же шкив подвернутый и когда цепляет за болт и начинаешь крутить его зажимает петлей и довольно так хорошо держится вот я уже болта сорвал уже также веду съемку уже со сорванным болтом видно он прокручивается так как я не знаю двигатель у меня тут со шпонкой шестерня рема со шпонкой либо шпонки я не знаю так я откручивать не спешу сейчас этот ремень отпущу обратно закручу ну уже болт сорвану вот уже видно прокручивается даже закручиваем это дело обратно там уже от руки легко откручивается будет вот сняли петлю это получается вот часть подвернута туда так вот под шкив этот потом эти двойной такой зацеплены туда за бок под кондиционером вот я снимаю с болта эту часть о еще короче одна проблема решена вот так она получаться на шкиву удавочкой такой висит на шкиву коленвала вот так вот на шкиву его зажимая когда откручиваешь а эту вот часть уже что выходит вот вот эту я до кондиционера зацепил там за кронштейн болт выступает таки там довольно хорошо зацепиться можно так как за сам этот я не рискнул это походу здесь когда включаешь кондиционер это муфта срабатывает видно вот механизм такой расширяется и он работая вы крутите сейчас он просто ухолостует и получается что ремнем довольно так хорошо получается срывать болт на этот короче шкив на на коленвале что стоит я уже сорвал сейчас будем крутить двигатель до тех пор покуда не совпаде метка на этом на клапанах там актова на газораспределительным этом короче на газораспределительным валем совпадет метка сейчас я покажу здесь у нас болт на 18 головка может кому полезно будет знать куда дома нету таких ключей или головок там можно сразу прикупить магазине мне то нашлась раньше покупал куда-то не помню что-то крутил думал на 19 сначала накидным крутил но еще соскакивая оказалось что на 18 вот я покажу а сейчас прокручиваю двигатель и вот видно у нас в отверстии это шестерня до газораспределительным на головке видно вот отверстие это сейчас центре кадра это шестерня там отверстие и такая штучка вот пальцем покажу как бляха и свет вместе еще вот это вот отверстие она прокручивается еще туда дальше по часовой стрелке и когда вы прокручиваешь двигатель она прокручивается по 6 и где-то вот на 20 00 часах должно совпасть там с отверстием в головки в блоке головки короче в то отверстие будем загонять болта это у нас тогда двигатель уже стоит в мертвой точке первый поршень когда застопорим шестерня на коленвале тоже должна совпасть и стоять если шпонка и шпонка вверх вот сейчас мы поставим здесь и открутим этот шкив посмотрим что здесь у меня за система видно почти совпало отверстие конечно и снимать и делать неудобно все это дело сейчас я поставлю нашу камеру попытаюсь показать что лучше вот наша шестерня и вот это вот меточка вот отверстие должно совпасть с отверстием головки самой там осталось буквально чуть-чуть докрутить пару сантиметров даже сантиметр ну вот видно отверстие совпало с отверстием головки берем вот такой вот болт 8 миллиметров он диаметры запихиваем попробую пошевелить ногой ключ на коленвале немного чтоб осталось чуть-чуть чуть-чуть подсадить уже лишнего пережал о все болт вставлен у нас ставили болт шестерню на распредвале распредвал уже у нас зажат получается метка у нас стоит вот на шкивах вот меточка и через считается ямка это первое и вот на насосе ямка получается с меткой на метке это 19 получается ямка на ремне от ямки на распредвале считаем 1 2 и так там до метки на топливном насосе получается 19 ямка здесь мы все это заклинили дело застопорили перебираемся обратно вниз вот видно немного есть шат такой небольшой но это больше в ключе шат самому так видно шкиву приводном на генератор это шата почти нету и вот болт уже отжат я вам показывал как отжимал систему клиновидный ремень закидываться к верху петлей сюда и цепляться под кондиционером на болт там выступая и вот это дело уже можно откручивать рукой одной но это уже и наджаты был он бляха сплоховал конечно надо было отметить мне этот отметить надо было на самом болту и на шайбе на шкиву отметку сделать докуда зажимать потом посмотрю в интернете найду информацию на момент затяжки сколько на коленвале этот болт затягивать у меня есть динаметрический ключ хороший форсовский и им зажму вот видно шпонка у нас это хорошо песок туда попал в отверстие у коленвая такой вот болт довольно мощный не знаю но можно потом резьбовый герметик добавлять или не наверное на этом не буду и проверяем вот все шкивок снят наш это у нас шпонка стоит здесь нормально двигло у нас со шпонкой так что проблем по установке не будет особых метка это шпонка должна смотреть вертикально вверх здесь немного сюда заглядывая ничего я сейчас посчитаю короче эти посчитаю ямки отметки на распредвале попытаюсь посчитать сюда до самого низа я здесь думал снимается защита идет под это думал что идет под ролик сам защита на ремне оказывается она просто что этим было шкивом этой вот фасочкой прижата потому и не снималась я пытался вылетела на ваша защита как я говорю когда открывал отломал тут застежку и сверху тоже ерунда вот это здесь пластмасска граница очень-очень тоненькая сейчас покажу ой все одна отвалилась сама собой такая вот застежка придавлю ботинком да покажу вот это вот застежка что застегивая взяла и отвалилась конечно купить такую на двигатель но ради их тут у нас найду я по месту только если заказывать короче придумаю я к нибудь зажать крепление чтобы были лишь попадала в рамень это под трубки видно идут выемки здесь ничего их не было так стоит нас грм что будем делать дальше сейчас я поставлю болт назад так поставил я назад болта вот ну вот это есть немного ход был немного был ход там буквально полмиллиметра миллиметр сейчас выкрутим глянем что у нас получилось ну вот шпонка шпонка на коленвале даже можно сказать мне почти вверх стоит я думал что это видно что она немного не вертикально а как бы сюда так смещена влево от центра ну как видно у нас и двигатель наклоном получился когда сверху подушку открутил снизу вот видно домкраты стоят снизу двигатель на домкратах это чтобы регулировать подъем опускание двигателя на домкратах короче получается что двигатель немного под наклоном так вот идет у нас вот я ровно поставил сейчас фотоаппарат двигатель видно под наклоном идет наклон слева и вверх направо того и шпонка немного как бы смещена влево получается но если посмотреть по самому двигателю то она вертикально идет так но если по горизонту машины земли вот этой планки то кажется что она и смещена ну короче дело не в этом если у вас такое подумаете кто смотрите вот для двигателя на поддоне идет рыска ребра жесткости и по ребру жесткости вот идет шпонка у нас вертикально строго хорошая двигатель у нас нормально выставлены коленвал все сейчас будем снимать ремень но если продуешь отверстие немного продуешь чтоб песка не было будем снимать ремень посмотрю состояние помпы конечно не хотелось бы менять ну посмотрим если где-то китам люфт или что конечно лучше съездить заказать купить чем потом обратно лезть ради помпы разбирать пол машины в этом этом ролике в основном хотел показать как я откручивать буду откручу открутил короче шкил коленвала так я упомянусь пробовал и тормозами зажимать и на передаче и не получалось ну вот благодаря старому ремню я накинул его зацепил под кондиционером там выступая болт кронштейн зацепили довольно так неплохо открутил покажу вот на снятом шкиву как это я дело делал получается вот шкив зажимается у нас немного рукой займу получается вот на шкиву такая петля зажимается так вот другим боком поставим и вот этим вот концом свободным цепляться под кондиционером там выступая болт кронштейна крепление лучше забол зацепить не за сам шкив кондиционера привод не советую то что можно свернуть что-нибудь а за болт он там довольно жестко так хорошо идет корпус двигателя и получаться хорошо отжимать покуда думаю будем на этом заканчивать сейчас я почищу от песка еще все вот это вот надо поубирать пыль эту поубираю продую прочищу все сниму посчитаю кстати отверстие лучше эти на ремне посчитаю ямки и до вот этой нижней точки ролика что на коленвале сколько ямок идет буду считать или со стороны помпы если там удобно будет или со стороны натяжного ролика от распредвала отметки и до нижней точки нижняя короче это вот если получится ремень то уже конечно такое состояние не очень кому было полезное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал буду снимать если получится продолжение что у меня выйдет ну всем удачи ремонте всех с наступившим новым годом до свидания